Я просто прокомментирую. На самом деле все оказалось просто такой простой банальной историей. У нас был обозначен кандидат, достаточно профессионал. Это господин Усенко, директор института Шалимова, которого практически поддержала вся коалиция и все остальные фракции. Он достаточно уважаемый человек. Буквально за сутки до назначения Кабмина он отказался. Наверное, я был последним человеком, который с ним разговаривал, ну просто там спрашивал, почему. Потому что действительно этот человек имел колоссальное доверие от всех. Как профессионал... Я могу подтвердить, я лично знаю господина Усенко, я знаю с чего и во что он превратил институт Шалимова. Но говорят, отказался не только он. Речь идет от 14 вроде бы претендентов. Потом нами, ну как бы в таком режиме, мы не могли в авральном режиме искать министра. Потому что это на самом деле самое главное министерство в стране. Как бы кто меня не убеждал, там министерство финансов, но здоровье людей, здоровье нации, это превыше всего. Поэтому сегодня у нас получилась такая коллапсовая ситуация. На сегодняшний день министерством управляет господин Розенко, вице-премьер-министр по делам социальной политики. В министерстве есть достаточно профессиональные замы, на которых сегодня больше-менее положены те или иные обязанности. Но внесение кандидатуры, я думаю, что на следующей пленарной неделе мы обязательно эту кандидатуру внесем. Кто это будет, я не могу сегодня сказать, потому что я просто не хотел бы, чтобы сегодня уже этот человек попал под удар, потому что начнут сразу спекуляции вокруг него. Потому что на самом деле, если в этом министерстве забрать закупки, которые являются самым коррумпированным образом и символом коррупции в стране, это министерство действительно должно возглавить, должен возглавить медик. Не фармацепт, не представитель фармацевтических компаний, а именно медик. Тогда действительно в стране... А возможно, что весь сыр, бор и вся вот эта вот закавыка только из-за закупок? Возможно, делят этот поток? Я не знаю, кто его делит. Я знаю, что сегодня впервые в прошлом году его перевели на международные закупки, я так скажу просто мысль, которые сегодня там по каким-то там анализам от 10 до 90 процентов сэкономили денег. Но я хочу просто сказать, там сформировалась очень коррумпированная система закупок, где люди просто, ну, не дают возможности проводить нормальные тендеры. И вот если на сегодняшний день появится тот министр, которого мы все ждем, первое, что он должен сделать, это максимально прозоро, на всех, я не просто как прозоро, а именно прозоро сделать эти закупки. Тогда интерес, абсолютно будет другой. Спасибо.